Поэма Александра Сергеевича Пушкина Граф Нулин Пора, пора, рога трубят Псари в охотничьих уборах Чем свет уж на конях сидят Борзые прыгают на сворох Выходит барин на крыльцо Все, подбочась, опозревает Его довольное лицо Приятной важностью сияет Чекмень, затянутый на нем Турецкий нож За кушаком, за пазухой Во фляжке ром И рог на бронзовой цепочке В ночном чипце В одном платочке Глазами сонными жена Сердито смотрит из окна На сбор На псарную тревогу Вот мужу подвели коня Он холку хвать И в стремя ногу Кричит жене Не жди меня И выезжает на дорогу В последних числах сентября Призренной прозой говоря В деревне скучно Грязь Ненастья Осенний ветер Мелкий снег Мелкий снег Довой волков Но то-то счастье Охотнику Не зная нек В отъезжем поле Он горцует Везде находит свой ночлег Бронится Мокнет И пирует Опустошительный набег А что же делает супруга Одна в отсутствии супруга Занятий мало ли Есть у ней Грибы солить Кормить гусей Заказывать обед и ужин В анбар и в погреб Заглянуть Хозяйке глаз повсюду нужен Он вмиг заметит что-нибудь К несчастью Героиня наша Ах Я забыл ей имя дать Муж просто звал ее Наташа Но мы Мы будем называть Наталья Павловна К несчастью Наталья Павловна совсем Своей хозяйственной участью Не занималась Затем Что не в отеческом законе Она воспитана была А в благородном пансионе У эмигрантки Вальбела Она сидит перед окном Пред ней открыт Четвертый том Сентиментального романа Любовь Элизы и Армана Или переписка двух семей Роман классической Старинный Отменно длинный 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 Нравоучительный И чинный Без романтических Затей Наталья Павловна Сначала Его внимательно читала Но скоро как-то Развлеклась Перед окном Возникшей дракой Козла с дворовою Собакой И ею Тихо Занялась Кругом Мальчишки Хохотали Меж тем Печально Под окном Индейки С криком Выступали Вослед за Мокрым Петухом Три утки Полоскались В лужи Шла баба Через грязный Двор Белье Повесить На забор Погода Становилась Хуже Казалось Снег Ити Хотел Вдруг Колокольчик Зазвенел Кто Долго Жил В глуши Печальной Друзья Тот Верно Знает Сам Как сильно Колокольчик Дальний Порой Волнует Сердце Нам Не друг Ли едет Запоздалый Товарищ Юность Удалой Уж Не аналь Боже Мой Вот Ближе Ближе Сердце Бьется Но Мимо Мимо Звук Несется Слабей И Смолкнет За горой Наталья Павловна К балкону Бежит Обрадована Звону Глядит И Видит За рекой У Мельницы Коляска Скачет Вот На мосту К нам Точно Нет Поворотила Влево Вслед Она Глядит И Чуть Не Плачет Но Вдруг О Радость Косогор Коляска На бок Филика Васька Кто Там Скорей Вон Там Коляска Сейчас Везти Ее На двор И Барина Просить Обедать Да Жив Леон Беги Проведать Скорей Скорей Слуга Бежит Наталья Павловна Спешит Взбить Пышный Локон Шаля Накинуть Задернуть Завис Стул Подвинуть И ждет Да Скоро Ле Мой Творец Вот Едут Едут Наконец Забрызганный В дороге Дальней Опасно Раненый Печальный Кой Как Тащится Экипаж Вслед Барин Молодой Хромает Слуга Француз Не Унывает Доходы Себя Казать Как Чудный Зверь В Петрополь Едет Он Теперь С запасов Фраков И жилетов Шляп Вееров Плащей Корсетов Булавок Запонок Портнетов Цветных Платков Чулков С ужасной Книжкою Гизота С тетрадью Злых Карикатур С романом Новым Вальтер Скотта С парижского Двора С последней Песней Беранжера С мотивами Росси Непера Уж Стол Накрыт Давно Пора Хозяйка Ждет Нетерпеливо Дверь Отворилась Входит Граф Наталья Павловна Привстав Осведомляется Учтиво Каков он Что нога его Граф Отвечает Ничего Идут За стол Вот он Садится К ней Подвигает Свой прибор И начинает Разговор Святую Русь Бронит Девица Как можно Жить В ее снегах Жалеет А Париже Страх А что театр О Сиротеет Тельма Совсем Оглох Слабеет Мамзель Марс Увы Стареет Зато Патье Поет Он Славу Прежнюю В народе До ныне Поджал Один Какой писатель Нынче В моде Есть узор Все это К моде Очень близко Мы получаем Телеграф Ага Хотите ли Послушать Прелестный Водевиль И граф Поет Да Граф Изволь Кушать Я Сыт И Так Из-за Стола Встают Хозяйка Молодая Чрезвычайно Весела Граф О Париже Забывая Девица Как Она Мила Проходно Граф Сам Не Свой Хозяйке Взор То Выражается Приветно То Вдруг Потуплен Безответно Глядишь И Полночь Вдруг На Двор Давно Храпит Слуга Передний Давно Поет Петух Соседний В чугунную Доску Сторож Бьет В гостиной Свечки Догорели Наталья Павловна Встает Пора Прощаться Ждут Постели Приятный Сон С досадой Встав Полувлюбленный Нежный Граф Целует Руку Ей И Что же Куда Кокетство Не ведет Проказница Прости Ее Боже Тихонько Граф Руку Жмет Наталья Павловна Раздета Стоит Параша Перед Ней Друзья Мои Параша Эта Наперстница Ее затей Шьет Моет Вести Переносит Из Зношенных Капотов Просит Порою С барином Шалит Порой На барина Кричит И лжет Пред бариней Отважно Теперь Она Толкует Важно О Графе О Делах Его Не пропускает Ничего Бог Весть Разведать Как успела Но Госпожа Ей Наконец Сказала Полно Надоело Надоело Спросила Кофту И чипец Легла И выйти Вон Велела Своим Французам Между тем И граф Раздет Уже Совсем Ложится Он Сигару Просит Монсьер Пикарт Ему Приносит Графиня Серебряный Стакан Сигару Бронзовый Светильник Щипцы С пружиною Будильник И Неразрезанный Роман В постели Лежа Вальтер Скотта Глазами Пробегает Он Но Граф Душевно Развлечен Неугомонная Забота Его Тревожит Мыслит Он Неужто Вправду Я Влюблен Что Если Можно Вот Забавно Однако Это Было Славно Я Кажется Хозяйки Мил И Нулин Свечку Погасил Несносный Жар Его Объемлет Не Спит Саграфу Бес Не Дремлет И Дразнит Грешною Мечтой В нем Чувства Пылки Наш Герой Воображает Очень Живо Хозяйки Взор Красноречивый Довольно Круглый Полный Стан Приятный Голос Прямо Женский Лица Румянец Деревенский Здоровье Крашивших Всех Румян Он Помнит Кончик Ножки Нежной Он Помнит Точно Точно Так Она Ему Рукой Небрежной Пожала Руку Он Он Дурак Конечно Он Должен Бы Остаться С Нею Ловить Минутную Затею Но Время Не Ушло Теперь Отворена Конечно Зажмурясь Небрежная Наталья Страха Прилежина Небрежная Сердечная Нет Граф Останьтесь Но С досады И Все Надежды Потеряв Упрямится Печальный Граф Уж Подкрепив Себя Стаканом Пекар Кряхтит За чемоданом Уже Коляски Двое Слуг Несут Привинчивать Сундук К Крыльцу Подвезена Коляска Пекар Все Скоро Уложил И Граф Уехал Тем И сказка Могла Бы Кончиться Друзья На Слово Два Прибавлю Я Когда коляска Ускакала Жена Все Мужу Рассказала И Подвиг Графа Моего Всему Соседству Описала Но Кто же Более Всего С Натальей Павловной Смеялся Не угадать Вам Почему Муж Как Не так Совсем Не муж Он Очень Этим Оскорблялся Он Говорил Что Граф Дурак Молокосос Что Если Так То Графа Он Визжать Заставит Что Псами Он Его Затравит Смеялся Лидин Их Сосед Помещик Двадцати Трех Лет Теперь Мы можем Справедливо Сказать Что В наши Времена Супругу Верная Жена Друзья Мои Совсем Не Дива Двадцать Двадцать